За качество и полноту изложения информации. Благодарственные письма с такой формулировкой вручили представителям пенсионских СМИ судей. Церемония прошла 8 сентября в Международный день солидарности журналистов в областном суде. Вы способствуете правовому просвещению наших людей, помогаете в каких-то жизненных ситуациях тяжелых, обращая внимание, может, более пристальное внимание как органов судебной власти, так и правоохранительных органов, на те ситуации, в которых оказались наши люди. Но вместе с тем ваша работа очень благородна и нужна. Благодарность в письменной форме выразили директорам и руководителям информационных служб всех каналов пензенского телевидения. Единственным корреспондентом в числе награжденных стала наша коллега Наталья Елистратова. Письмо улучшается Наталья Елистратова, корреспонденту ТРК за личную. Спасибо за внимание. Конечно, очень неожиданно и приятно, что оценили работу мою и, конечно же, работу всей телевизионной компании, потому что телевизионный сюжет – это, прежде всего, работа команды. Неожиданно и приятно. Наталья в течение нескольких лет готовит репортажи из залов Зареченского городского суда. За это время она выслушала около сотни приговоров. Самое сложное – в освещении торжества правосудия по признанию корреспондента стараться одновременно быть объективной и человечной. Каждый судебный процесс лично для меня, как журналист, очень интересен, потому что не бывает повторяющихся ситуаций. И на самом деле хочется при написании сюжета никого не обидеть, потому что понятно, что это торжение в личную жизнь, как в какой-то мере человека. И где-то там какие-то нюансы нужно учитывать. В областном суде отметили заслуги не только средств массовой информации, но и тех, кто непосредственно работает с журналистами. Одним из пяти лучших в регионе специалистов по взаимодействию со СМИ стала помощник судьи Зареченского городского суда Елена Горелова. На сотрудничество со средствами массовой информации мы нацелены законом, федеральным законом о доступе к информации о деятельности судов Российской Федерации. Для нас эта работа сначала была неожиданной, но сейчас мы уже поняли, что мы должны делать, как это должно происходить. Тесное сотрудничество телерадиокомпании «Заречный» и Зареченского городского суда налажено давно. Надеемся, что оно и дальше будет плодотворным. Анна Сазонова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».